Виктор Иванович Андреев родился в городе Бийске Алтайского края. В тяжелые военные годы, на которые пришлись его детство и юность, Андреев не получил профессионального образования. Упорная самостоятельная работа и общение с самобытными живописцами помогли развиться таланту художника. После участия в Великой Отечественной войне и демобилизации Виктор Андреев переехал в Брянск. Здесь он участвовал в создании брянского отделения «Товарищество «Всека-художник», а в 1953-м первым из брянских живописцев стал членом Союза художников СССР. Когда родители переехали в Москву, естественно, весь архив и все работы папины переехали вместе с ними. И они хранились там, в Москве. Потом, когда папа умер, часть работ я забрал, часть работ осталась у Игоря. Но основной архив забрал я. А в феврале месяце случайно в интернете нашли оповещение, что проходит выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Андреева Виктора Ивановича. Ну, я с сыном приехал, посмотрел. И встретились с руководством музея. И было принято нами решение, что значительную часть работ передать дар музею для того, чтобы, так сказать, развернуто было, красиво было, люди смотрели. И память чтоб оставалась. На живописных полотнах и графических листах Андреева в основном природа. Брянск, Хотелёво, Волхов, Алтай, Хоста. Впечатляют пейзажи и этюды, выполненные простой шариковой ручкой. Посетитель выставки также увидит иллюстрации к сказкам и акварели с близкими любому русскому человеку видами полей и рек. Я сколько с ним не ездил на этюды, как тогда называлось, это сейчас там, планер там или ещё что-то. Раньше это называлось на этюде. Вот много раз он брал меня с собой на этюды, мы ездили. Вот он занимался, он только писал пейзажи, природу. Хотя, хотя, среди работ я, мы нашли там две или три, два или три портрета, но он в основном пейзажи были у него, основное направление. И только Брянщина. И, так как родом он из Алтая, то алтайские мотивы тоже присутствовали в его, так сказать, творчестве. Один из экспонатов уникален ещё и с исторической точки зрения. Это набросок карандашом, сделанный 8 мая 1945 года. Мы безумно рады, потому что достаточное количество графических листов. Вы помните, в январе мы вам показывали репродукцию не очень хорошего качества, потому что когда издавались буклеты 70-е, коды 60-е, качество поставляло желать лучшего. И мы только по фотографиям могли видеть, какие же графические листы создавал Викторан Деев. Сегодня большая часть экспозиции – это графические листы. Областной художественный музейно-выставочный центр приглашает всех желающих прогуляться по живописным местам, почувствовать колорит брянской деревни, советского сельского быта, окунуться в мир человека, пережившего несколько войн, и сумевшего рассказать о своей эпохе через художественные образы. Выставка будет работать до 31 августа. Александра Седачева, Александр Егоров. События. Брянск.